Аминь Первое послание Иоанна 1.7 Приветствую всех именем Господнем, возлюбленные, братья, сестры, дорогие друзья церковной реформации. Всех-всех-всех приветствую, кто подключается, кто подключался и кто потом в записи будет смотреть эту трансляцию с утренней молитвы. Благословение всем вам, братья, сестры. Александр тоже подключился от типов. Благодарю Господа за наше общение. Аминь, аминь, аминь. Хождение во свете и общение друг с другом. Что может быть еще лучше? Спасибо тебе, Господь. Подобно как Он во свете, так и мы, верующие, ходим во свете. И имеем общение друг с другом. И тогда действительно совершается это чудо. Кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Слава тебе, Господь, слава тебе. Благословен Бог наш, благословен Господь, спаситель наш, целитель и освободитель наш. Аминь, аминь, аминь. Слава тебе, слава тебе и хвала. Слава, слава, слава. Благословен Бог наш, благословен Господь. С сегодняшним днем, Боже, этим утром обновляется милость Твоя И действительно, Боже, утром наши сердца, они более восприимчивы, Боже, к действию Твоей благодати К Твоему этому обновлению, к этой силе обновления Боже всемогущий, благослови нас Аллилуйя Аминь, аминь Джордж Уайт, да, значит, просветил очи сердца нашего, сердце наше А сердце наше исполнено очей, чтобы смотреть на него и принимать его свет, слава ему Аминь Прекрасно, да, аминь, так и есть Спасибо Тебе, Господь, просвети очи сердца сегодня народа Твоего, Боже Пусть наши глаза видят ясно, не только физически, Боже, но пусть ясно видят глаза наши, духовные Глаза нашего сердца Спасибо Тебе, Господь Благослови нас, Господь, ходить в этом свете Твоем, Боже Иметь общение друг с другом Благословен Господь Благословен Царь наш О, спасибо, спасибо, спасибо И этой величайшей святыней, Боже, нашей святыней величайшей Нашего служения Тебе, Господь Нашей жизни в Тебе, Господь Здесь, жизни этой земной Является кровь Иисуса Христа, Сына Твоего Которой, омыты мы, спасены Освящены, Боже, спасибо Исцелены, благословлены Спасибо Тебе, Господь Благодарю Тебя, Господь, за все Благословляю великое имя Твое Благословен Ты, Бог наш Аминь, аминь, аминь Братья, сестры И прочту из Божьего Слова Перед началом записи Читал как раз первое послание Иоанна И вот чуть повыше О благовестии Написано с пятого стиха Благовестия Такое благовещение настоящее Настоящее благовестие И вот благовестие Которое мы слышали от Него И возвещаем Вам Бог есть свет И нет в нем никакой тьмы Братья, сестры Бог есть свет И нет в нем Никакой тьмы Если мы говорим Что имеем общение с Ним А ходим во тьме То мы лжем И не поступаем поистине Если же ходим во свете Подобно как Он Во свете То имеем общение друг с другом И кровь Иисуса Христа Сына Его Очищает нас От всякого Греха Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Благословен ты Бог наш Благословен Господь Боже всемогущий Благодарю тебя Живущий во свете И мы живем в этом свете Аминь Аминь Роман Шалом пишет Да Господь Е Любовь Аминь Аминь Общение Друг с другом Друзья Разного рода Есть общение Конечно Но Дамы и господа Братья и сестры Настоящее общение Оно тогда Когда мы ходим во свете Я это замечаю И в этом убеждаюсь Больше и больше В своем христианском Хождении Таком С Господом В христианском Своем служении В христианской жизни Кровь Иисуса Христа Омывает нас От всякого греха И мы имеем Настоящее Истинное Неподдельное Общение Настоящее общение От сердца К сердцу Настоящее общение Мы слышим Друг друга Понимаем Друг друга Всякое Непонимание Это Результат Проклятия На небесах Состояние Которое Можно описать Человеческой души Это Понимание Я Очень Богу Благодарен Что вот тогда Почти 40 лет назад Когда С ним Пережил встречу Первую с ним Встречу Самую незабываемую Конечно Как и у всякого верующего Первая встреча С Господом Она Всегда Самая незабываемая Мы можем Как-то забывать О какие-то другие встречи С ним Переживания Какие-то откровения Потом вспоминать Вновь Напоминать себе Поэтому хорошо бы Иногда так Записывать Или видео Какие-то Или так вот Набирать текстом Или так вот Старым Дедовским способом Вот Письменно Записывать Где-то там В тетрадочке Но Я заметил Что это Очень Помогает Вот Не забывать Вот такие вещи Важные какие-то Переживания С ним И напоминать Себе Время от времени Это полезно Я Я К сожалению Вот эти годы Последние Не пишу Ничего Так вот Редко Что записываю Очень редко Вот Но Стараюсь Какие-то Особенные Переживания Откровения Все-таки Писать Благо Социальные Сети Позволяют Как раз Делиться Вот этими Переживаниями И Бывает Что Вот Проснешься Откровение И просто Сердце Распирает Вот этим Откровением И хочется Поделиться Сразу Сегодня Тоже С позаранкой Часа в три Где-то Вот Встал И Вот это Откровение Записал Даже поделился Уже успел Поделиться Там Значит Кто у меня Были там Вот на Вайбере На Ватсапе На телефоне Сообщил Это Откровение Поделился И в Одноклассниках И в Вконтакте И на Фейсбук На своей Основной Странице По крайней мере Поделился Откровениями Просто Я Не знаю Проснулся В таком Переживании Вот Ну Вот Расскажу Вкратце Это Было Во сне Как Как в кино Каком Гонения Гонения И На христиан Гонения На верующих И Там Целая Толпа Преследователей Была Специализирующихся На гонениях Вот И Потом Завели в комнату Как будто бы Значит И там Был этот Палач Просто Огромный Как вот Ну Не знаю Такой Валуев Какой-то Или Шрек Какой-то Я не знаю Ну Такой Большой Человек Такой Значит И Видно было Что он Убивает Профессиональные Как бы И Ну Как бы Это его работа Вот И он Делает это С душой Как говорится То есть Это ему нравится Вот Значит И Он 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 Готов Был Приступить К этой Своей Работе Вот Подходил Ко мне Уже Я Уже Понимал Что все Последние Сейчас Вот эти Минуты Уже Жизни Потому что Ну Из-за Из этого Каземата Мне не Вырваться И этот Палач Он Неумолим И ему Нравится То что Он Делает Это Его Работа Ему Нравится Убивать Христиан И я Просто Взмолился Понимал Что Сейчас Последние Минуты Жизни Вот И Богу Возапил Господу Прославить Его Последние Минуты Жизни Прославлю Его Последние Секунды И Знаете И Вот это Как Откровение Как Прозвучало Настолько Сильно Что Он Был Он Есть И Грядет Вседержитель Иисус Христос О Спасибо Он Был Он Есть И Грядет Вседержитель И Это Я В молитве Сказал И Вдруг Все Переменилось Я Это Громко Сказал Я Вначале Молился Так Негромко Тихо Шалом С Казахстана Ольга Передает Шалом Всем святым В Казахстане Аллилуйя Вот И Я Молился Негромко Вот Думая Что это Все Уже Последние Мгновения Моей Жизни И Просто Бога За все Прославить Хочу Поблагодарить За все Вот И Уйти С его Именем На устах И Вдруг Я Начал Это Говорить Громко Что Иисус Христос И Потом Он Был Он Есть И Гредет Вседержитель И Вдруг Все Поменялось Я Это Говорил Громко И Вдруг Вот Этот Палач Детина Такая Огромная Он Весь Ослаб Он Знаете Ли Вот Обмяк Как Б Ну Как Назвать Это Не Знаю Даже Ослаб Обмяк Присел И Он Весь Вспотел Невероятно Так Сильно И Таким Ослабеющим Голосом Говорит Ты Кто Кто Ты И Я думаю Стоп Он же Понимает Я христианин Он должен Меня убивать Он Таких Убивал Я понимаю Что Много И Вдруг Я понимаю Что Он Говорит Не Ко Мне Сейчас Он Смотрит На Меня Как Да Но Говорит Не ко Мне Не Меня Имеет Ввиду А Имеет Ввиду Иисуса Христа Как-то Странно Я вижу Себя Я Не вижу Христа Я Просто Промозглашаю Эти слова А Он Смотрит На Меня Смотрит На Мое Тело И Видит Другого Не Меня Видит А Видит Его Иисуса Христа Вот И Я Проснулся Проснулся С этими Словами Да Иисус Христос Да Спасибо тебе Он был Он есть И грядет Вседержитель И Знаете И Это Местописание До боли Знакомо Верующим Конечно Из книги Откровений Мы Это Перечитываем И я Это Перечитывал Многожды Вот Но До Сегодняшней Ночи Этой Это Слово Никогда Не звучало Вот так Вот Как оно Прозвучало В моей Жизни И Я С удовольствием При великим Удовольствием Поделился Этим Словом Вот Тогда же Вот Часа Еще не было Четырех Утра Я уже Разослал Всем Контактом Стал рассылать Это сообщение Вначале Не думал Посылать Просто В молитве Просто Поблагодарил Бога А потом Нет Надо Я просто Не могу Не поделиться Этим Не могу Не поделиться Иисуса Христа Который Живет В нас Аминь 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 И Он Есть Тот Кто Был Тот Кто Есть И Грядет Вседержитель Тот Кто Был Это Понятно Да Это Одно Тоже Много Непонятного Тот Кто Есть Это Тоже И Понятно И Да И Много Непонятного Честно Говоря Вот И Тот Кто Грядет Это И Понятно Но Большей Частью Непонятно Вот Тайна Таинство Таинство Удивительное Роман Пишет Аминь Я от Рымов Ваш Посыл Дякую Аллилуйя Да Я Посылал Как раз Сообщение Всем Значит Контактов Какие Есть У меня На Номерах И Украинском Номере И Российском Номере Спасибо Тебе Господь Благословен Бог Наш Благословен Господь Бог Наш Вседержитель Слава Тебе Слава Тебе И Хвала Аллилуйя 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 И Действительно Это Откровения Наши Которые Бог Дает нам Это Не просто Слово Это Рэма Это то Что Нас Укрепляет То Что Нас Вдохновляет То Что Нас Зажигает И Знаете И вот Сегодняшним Утром Я Зажжен Вот этим Откровением И Я горю Этим Откровением Этим Словом Божьим Этим Благодатным Огнем Слова Божьего И Благоставляю Всех Вас Дорогие Друзья Братья Сестры Сегодня Совершаю Причастие Евхаристию Хлебопреломление Именно Вот С 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 Спасибо Тебе Господь Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя Если Грехи Наши Аллилуйя То он Будучи Верен И Праведен Аллилуйя Вообще Иоанн Пишет Такие Слова О верности Бога О том Что он Во свете О том Что Мы порой Лжом Обманываем Самих Себя Но Если 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 Вот это Стоит у него Если мы Обращаемся Действительно К нему Он Прощает Беззаконие Он Омывает Нас От всякого Греха Спасибо Тебе Господь Будучи Верен И Праведен Простит Нам Грехи Наши И очистит Нас От всякой Неправды Аллилуйя Спасибо Тебе Господь Благодарю Тебя Боже Всебогущий Благодарю Тебя И благоставляю Великое Имя Твое Аминь Аминь Спасибо Тебе Спасибо Спасибо Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя Этим утром, Боже Святой, великий Бог наш, за то, что Ты был и есть и грядешь. Ты был. Мы можем рассуждать, и я тоже рассуждаю так вот этим утром. Рассуждал сегодня, и рассуждаю вместе с вами сейчас. Для вас говорю это сегодня сейчас, на утренней молитве этой. И был, я сразу, первое, что мне в голову приходит, в мысль, это земная жизнь Иисуса Христа. Земная жизнь Иисуса, она вся вспоминается сразу. Но гораздо все серьезней, гораздо все глубже и дальше. Много вопросов. Потому что был это, я лично отношу не только к его земному бытию, но и к его вечному бытию, к его бытию до воплощения, до пришествия, до того, как он родился, Христос. То есть, Машиах, его жизнь до жизни этой, до земной жизни. И вот это рассуждение, вот это размышление, что все им было создано и для него было создано. И он был прежде всего удивительно. Я рассуждаю об этом, о его бытии. И поэтому много тайны в этом. То, что он был, в этом много тайны. И так же, то есть, его бытие до начала времен, до, так же, Бога воплощения, до Рождества. Вот. Потом его земное бытие, его земная жизнь до самого Вознесения. Но, опять-таки, еще вопросы. Куча вопросов и тайна. Его бытие потом, после Вознесения. С одной стороны, объясную Бога Отца. С одной стороны, на небесах, на почетном месте у Отца своего. С другой стороны, таинственным образом, таинство, его пребывание среди нас и в нас верующих. В христианах, в нас, рожденных свыше людях, и среди нас. Даже если двое или трое собранного имя его, там он во всей своей полноте, во всем своем величии, как-то человеческому нашему, да и ангельскому уму непостижимым образом присутствует удивительное таинство. Таинство бытия его в нас и среди нас. И это все к тому, что был. И так же к тому, что есть. Христос есть. Был и есть. А вот сейчас есть. 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 Это Он есть во мне. Он есть в нас, верующих. Он есть среди нас. Он живущий среди нас. Спасибо. Машиах. Сейчас. Машиах. Сейчас. Прямо сейчас. Великая тайна. Джошуай, да. Благодарю. Я тоже получил ваше сообщение. Машиах. Вечное сияние Отца. Аминь. Вечное сияние. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Вечное сияние. Потрясающая тайна. Потрясающая тайна. Когда Он уходил в теле, возносился, вознесение в Господне, да, празднуем. И как праздник мы это даже событие празднуем в церкви. И Он, возносясь на небеса, Он сказал ученикам, да и для всех нас это говорит, что Он придет таким же образом, сверхъестественным образом, таким же образом, каким они увидели Его восходящим на небеса. Спасибо Тебе, Господь. Книга Откровений рассказывает о Его возвращении славном. Таинственно, в образах таких потрясающих, сильнейших прообразах и образах, в посланиях апостольских, чуть приоткрывается это таинство, то, что Он грядет, и Он Вседержитель. Спасибо Тебе, Господь. Слава Иисусу Христу. На веки слава Богу Святому. Аминь. Был, есть и грядет Вседержитель. Вседержитель. Это я... Человеческих слов просто нет. Могу только сейчас, только в духе говорить. Потому что человеческих слов просто нет. Чтобы описать все то. Откровение, слово. Спасибо Тебе, Господь. Я беру причастие сегодня, совершаю. И к этому вас тоже призываю, братья, сестры. Возьмите хлебушка. У меня маца. Здесь есть с собой пакетик с мацой. В дорогу взял я с собой как раз. И хорошо, что взял, потому что как раз совершаю причастие. Использую это мацу. И просто вода. И я принимаю причастие, тело и кровь моего Господа Иисуса Христа. Тело и кровь моего Спасителя, Искупителя. Если у вас есть сок виноградный, налейте виноградный сок. Или что-то еще приготовьте, допустим, что у вас есть вообще. Я порой то компот использую, то еще что. Вот порой где-то там в дороге просто бутылка Кока-Кола была у меня, значит, и чипсы. Все, больше ничего не было. Дороги у меня вот пакетик. И совершал причастие Евхаристию. С детьми когда-то давно еще в Киеве там совершали причастие. У нас было там молоко только было и пряники. И все. Вот и мы совершали вместе причастие молоком и пряниками. Дело-то не в веществе причастия, а в самом существе, будем так говорить. Самой сущности причастия. И причастие, я в этом глубоко убежден, мы совершаем не просто нашим ртом и желудком, а совершаем умом нашим и сердцем нашим. Оно совершается внутри нас. Христос во мне, упование славы. Христос Иисус, Спаситель мой. Шалом, дети любви, Света пишет. Шалом, Светлана, шалом, братья и сестры. Все, кто подключился, всем шалом. Мир вам. Иисус, когда воскрес, он первое, что он сказал, он сказал шалом. Шалом, говорим. Мир вам. Друзья, братья, возглубленные сестры. Слава Богу Всебогущему. Я принимаю причастие. Тело Христа. Кровь Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, за все. Спасибо, спасибо, спасибо. Ты был, и ты есть, и ты грядешь. Вседержитель. Амилуя. Он был, он есть, и вновь грядет. Он был, ты был, ты есть, и вновь грядешь. Амилуя. Свят, 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 свят. Наш Господь, Бог всемогущий. Наш Господь, Бог вседержитель. Он был, он есть, и он снова грядет. Он был, он есть, и он снова грядет. Свят, свят, свят. Амилуя. Ты был, Ты есть и грядешь Свят, свят, свят Господь, Бог всемогущий Слава Тебе, слава Тебе и хвала Благословен Бог наш, благословен Господь И ни в коем другом нет спасения, Боже, это правда Правда, 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 на самом деле так и есть Ты был прав, и Ты прав всегда вообще А мы неправы, люди всегда неправы, на самом деле А Ты прав, Ты прав Спасибо Тебе, Господь, спасибо, 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 спасибо И Ты действительно, возлюбив мир, отдал Сына Своего за нас, кровушку свою за нас пролил Жизнь свою за нас положил Бог Святой Чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную Бесконечную, счастливую, пресчастливую Великий Бог наш, слава Тебе, слава Тебе и хвала, слава Благодарю Тебя и совершаю причастие сегодня Евхаристию, хлебоприломление Боже всемогущий Просто беру воду Боже, я знаю, Ты однажды совершил чудо Первое чудо Твое, кстати, да, на самом деле Первое Твое чудо И оно было такое нерелигиозное совершенно Ты взял воды И взял воду, превратил в вино Да и не просто в какое-то дешевое вино Нет, Ты превратил его в дорогое, хорошее, прекрасное вино Так что дегустатор был ошеломлен Так что дегустирующий Распорядитель этого пира, этой свадьбы тогдашней Тот Тамада, тот Он просто был в восторге И он сказал жениху, подозвав его, что тот не прав Что гостям надо вначале дать хорошее вино Чтобы они раскушали такое дорогое, хорошее вино Но когда уже напьются и уже будут пьяненькие Тогда уже можно давать дешевое вино Тогда уже пьяному человеку сильно не разобрать уже, какое вино А ты не прав Ты не прав, ты давал всю свадьбу Ты давал вообще какую-то кислятину жалкую По сравнению с тем, что сейчас мне принесли от тебя А жених не знал, жених не в курсе И невеста не в курсе, и никто не в курсе Ха, Иисус в курсе, Мария в курсе Ха, почерпнули те, кто в воду Они, думаю, были ошеломлены так же Спасибо тебе, Господь Первое твое чудо, оно не было чудом освобождения от бесов Исцеление больного человека Реакция на какую-то такую срочную нужду Хо, не знаю, это не было воскрешение мертвого Ты мог бы и так бы начать свою карьеру чудотворца И никто бы слова не сказал Наоборот, наоборот Все бы величали тебя И вообще Никаких претензий не было бы Ха Но ты совершил все наоборот Не как у людей Ты совершил все как у Бога Ты совершил все совсем по-другому Ты совершил чудо Исходя, даже, ну, реагируя не на какую-то нужду, проблему там острую Ха Просто Выпившие гости Пьяная свадьба Плясала Пила Ликовала Радовалась Гости пьяные Но вино закончилось Не рассчитали Ну, видимо, ради тебя и ради учеников твоих тоже пришли какие-то люди Не знаю Какая-то дальняя родня Или просто зеваки зашли Слишком уж была такая разгульная свадьба И вина не хватило Запасы все истощились, закончились Ха А ты взял И ошеломил всю свадьбу Это напоил новым вином Спасибо тебе, Господь Спасибо Спасибо тебе, Святой Я знаю, что однажды мы с тобой выпьем Новое вино в Царстве Твоем Но уже сейчас Совершая причастие Ежедневно Уже два тысячелетия подряд Миллионы-миллионы душ Вкушая тело и кровь Твои Уже предвкушают Великую Твою вечерю На небесах Спасибо тебе, Господь Твоё новое вино Оно в нас Уже сейчас А в вечности Это будет вечная свадьба Вечный медовый месяц На небесах Спасибо Спасибо тебе, Господь Спасибо, спасибо Я беру опреснок этот Знак чистоты, кстати И истины Да, слово Твое так говорит Я верю Твоему слову Я верю, что действительно Это знак, символ Чистоты и истинности Спасибо тебе Я прошу тебя Сейчас Соверши это чудо Таинство Помоги Я принимаю Кровь Твою Прямо сейчас Во исцеление души и тела Я принимаю тело Твое Во исцеление души и тела Тело Христа Примите, братья и сестры Тело Иисуса Христа Аминь Кровь Иисуса Христа Аминь Да Аминь 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 Спасибо тебе, Господь Спасибо 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 Аминь 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 Спасибо Спасибо тебе, Господь Благодарю тебя, Боже Всемогущий Благодарю тебя, Боже Святой Благоставляю всех Братьев и сестер Моих сейчас С твоим святым именем Благоставляю тем благословением Что ты дал, Господь В слове своем Благослови 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 Свою супругу Внуков наших Благослови Благослови Господь Боже Дом наш Благослови Благослови Именем твоим Сейчас Все братья и сестер Моих Все, кто Сейчас онлайн Те, кто Потом будет Потом видео смотреть Это Их дома Родных Ближних Благослови Благослови Друг с другом И кровь Иисуса Христа Действительно Омывает Нас От Всякого Греха Спасибо Тебе Господь Благослови Нас Благослови Благословляю Твоим Именем Санкт-Петербург Здесь На берегах Невы Господь И Жоры Ты Сто лет Тому назад Пробуждал Народ Сегодня Уже в начале 21-го столетия Господь Продолжит Великое Пробуждение Благослови Господь Питер Благослови Господь Россию Благослови Господь Украину Благослови Господь Казахстан Благослови Господь Всю нашу Истрадавшуюся Землю Божию Страны Народы Континенты А наипаче Благослови Господь Иерусалим Особенно В преддверии Дня Иерусалима Божия Молю Тебя Об этом Благослови Израиль Во имя Иисуса Христа Аминь Да Благослови Благослови Тебя Господь И сохранит Тебя Да Призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И Помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Своё На Тебя И И даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Приветствую всех вас из Петербурга, с берегов Невы, именем Господнем, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Да, всех вас приветствую, братьев, сестер, вот, именем Господнем, именем Иисуса Христа. Вот, сегодня вечером подключайтесь, в 6 часов вечера подключайтесь, продолжение, друзья, церковной реформации к столетию этого объединения. Слава Богу, благоставляю всех вас, друзей церковной реформации. Сегодня и завтра продолжение. Вот, слава Богу, благоставляю всех вас. Если кто в Питере, то пишите мне на Viber, WhatsApp, контакты все есть под каждым видео. Вот, если кто в Питере, и кто, или кто в Москве, и есть возможность и желание благословить музыкальными инструментами, в частности, гитарой, то тоже пишите мне. Хорошо? Тоже. Все, с Богом. Шалом. Аллилуйя. Аллилуйя.